Девушки отдыхают Из чего на самом деле состоит игра Ну, дабы раскрыть Ту часть геймплея, которую не раскрыл В первых двух видосах Как выяснилось, что игра состоит Практически, наверное, на 70% Из уничтожения И захвата Всяких различных крепостей Перевалочных пунктов Заправочных, вернее, станций В каждой локации Находится одна крепость В которой живет босс Которого непременно следует завалить Ну, и у каждого босса, естественно, вокруг крепости По пять крепостей поменьше Которые тоже захватить не мешало бы И, короче, по сути Тачку надо прокачивать Приходится только по сюжету Потому что машина тут, ну, в боях Она как-то роли особой, на мой взгляд, не играет Потому что можно прицелиться Гарпуном и выстрелить просто в водителя Вражеской машине, вырвав его из кабины То есть машину не надо таранить Не надо там скидывать кювет Отрывать ей колеса, стрелять в нее не надо Только гарпуном, только водителя Вот, поэтому машину заставляет Туда прокачивать по сюжету, да? Чтобы тебе было куда тратить тонны лома Чтобы заставить тебя собирать Эти тонны лома Потому что все эти Пункты перевалочные захватывать Надо только ради лома Вот Внешний облик машины То есть он же кузов Меняется в игре свободно В любое время Вот и буря, блин Ну, а буре сейчас тоже, походу, придется рассказать Вот этот кузов Меня заставили поставить по сюжету То есть мой запорожец мне по-прежнему больше нравится Вон она, буря Надо найти укрытие Но я из укрытий вижу только базу этого босса Я сейчас попытаюсь ее забрать Не знаю Позволит ли это буря Штурм конвоя, значит Всякие Но конвоя еще не могу убить Потому что моя машина рассыпается тупо Блин, как Буря, сука, рано налетела Сейчас придется расковыривать Фортификационные сооружения Вслепую Потому что Ни хрена не видно Ну, короче Надо уничтожать Вот эти вышки для начала Да, чтобы просто Хотя бы войти в крепость Надо уничтожать Снайперов Огненные Огнеметы, короче Портить Иначе просто вам не дадут ворота взломать В буре машина начинает ломаться С довольно неплохой скоростью Горбатый в буре Ничего чинить не хочет В буре у него, сука, выходной Вот И походу, что Сейчас я немножечко сдохну Где укрытие А что такое укрытие? Я в бурю один раз только попадал У меня опыт в буре вообще небольшой Но укрытие Укрытие, короче Будем считать, что нет Из плюсов в буре То, что в буре Можно найти суперящики Которые там летают в песке Я один случайно нашел Суперящик там Ветром гонит То есть его надо Загарпунить Остановить Вытащить из бури То есть я каким-то вообще Чудом не подох Во время этой процедуры Просто спасло то, что я с какого-то камня рухнул Короче, ну немножко со скалы упал Вот И ящик вытянул И буря вроде как кончилась Короче Ну думаю Ну наверное Если так сложно добывать этот ящик То Суперящик Там наверное сейчас внутри Какое-нибудь Двигло От Бугатти лежит Ну потому что В игре написано Что там супер трофеи Прямо так и написано Супер В итоге Учитывая то, что в игре Единственный ресурс Это лом В суперящике лежало Просто супер дохрена лома Больше ничего Ну блин Сука Я не вижу в буре Не вижу где Бак с газом Короче Придется так Наверное Попробую через огнемет Пролететь Про канала Отлично Вот Прорвался в крепость Ну то есть Начинается Да Вокруг крепости Там стоят Несколько позиций Снайперов Несколько огненных вышек Ты их ломаешь При помощи гарпуна Там Или снайперской винтовки Там в кузове машины лежит То есть Снайперская винтовка Здесь привязана к машине А не к Максу Вот Вскрываешь ворота Вваливаешься в эту крепость Будь она неладна Тут Вокруг тебя выстраивается Толпа бомжей Которые тебя пытаются убить Избиваешь их Лезешь наверх Там еще толпа бомжей Боевка кстати Очень древняя в игре Потому что Он иногда Безумный Макс Начинает бить руками По воздуху Пытаясь ударить Лежачего врага То есть Вместо того Чтобы бить его ногами Че это Нихрена он мне Подсральника выдал А Это Бочки взорвались Непонятно Непонятно С чего Что привело К взрыву Этого говна Моя машина Вроде не взорвалась Вот Яичка лома Это вообще классно Мало того что Лом тут хрен найдешь Но вот это Ломовоз Вот за него 500 лома дадут Если его на базу Пригнать Но база тоже Несмотря на то что Она не является Собственностью Безумного Макса Базу Тебе предлагают Прокачивать Строить там Какие то Блин На эти Нефтяные Короче Не насосы А контейнеры Хранилища Какие то там Будку для собаки И В одном месте Есть короче Склад лома Ты должен организовать То есть Самого ценного ресурса Ты должен привезти Сначала 500 Потом 1000 И это Повлияет Только на Внешний вид Базы На который В принципе Насрать Интересно Ну и Долго я буду Наслаждаться Этой Убогой Бурей Которая Просто Из-за нее Ни хрена Не видно Эмблемы Члема Эти ломать Ну вообще Не знаю Какое то Занятие То есть Дополнительно То есть Каждую локацию Можно разграбить И разрушить Либо на 100% Либо меньше То есть 100% Это не просто Всех убить А вот именно Разломать Эти эмблемы Найти весь Спрятанный лом Не очень Интересное Занятие Захваченные Базы Короче Начинают Приносить тебе Металлолом Этот Но я не знаю Раз в какое Время Потому что Мне еще Ни разу Ничего не дали Я захватывал Уже штук 10 Все они Захватываются Ну одинаково Примерно Они только По разному Там сделаны Да Карта Карта местности Разная А суть Процесса Одна и та же Что вообще Неимоверно Доставляет Ну не зря Говорили что Игра это Shadow of Mordor Номер 2 Поэтому на мой взгляд Тут Больше смысла Макса Самого прокачивать Нежели его машину Ну вот В бурю Все начинают Летать Какого то хера Кого то там Ну такой ветер Прямо ураганный Я так понимаю Что в какую бы Я комнату Не зашел Везде все равно Он дует Он дует Через стены То есть Там дальше Ничего нету Вроде бы как Мне вот как раз Написали А что ты Бурю не показал Ну вот Смотрите Буря О Вроде Кончилась Наконец А это Лестницу Прикрывает А А и через А и через нее Не пройти Да Посмотрим Куда ведет Шланг Вон туда Он ведет А как А как его взорвать Важно Принц Персии Надо было смотреть Стены Вытертые Где Герой может Забраться Или пробежать Так тут Желтой краской Эти места Просто нарисовали И все Новые Новые Вот эти Толпы Набегают Набегают Поэтому Это боевка Ну реально Она начинает Задалбывать Уже через Уже не знаю На третьей драке В этой игре Одноразовых Заточек Не напасешься Чтобы их Быстро добивать Ярость Не активируется Достаточно быстро То есть Ты успеваешь Уже половину Толпы Так убить Только потом Ярость включается То есть По-моему Если что и надо В этой игре Срочно прокачивать Так это Дамаг Рукопашный Макса Чтобы как можно Быстрее захватывать Эти крепости Крепости С боссами Они конечно Ну самые большие Я не скажу Что они сложнее Или проходятся Дольше Да Потому что Иногда бывает Что надо уничтожить Там какие-нибудь Цистерны с бензином Да В нефтяном Переволочном пункте Они на карте У тебя помечены Но не помечены Где они находятся Над головой Под землей То есть Ты начинаешь Ходить их искать То есть это Ну реально Кто играет Наверное заметили Что Такие Вот эти крепости Которые Где надо цистерны Взрывать Вот они самые долгие На мой взгляд Потому что ты ходишь Тупо ищешь Ищешь Уже всех убил Все зачистил Ищешь Где эти цистерны стоят Чтобы их подорвать Это полное вообще Что-то Макс Чуть сейчас В попытке Выполнить удар Из рестинга Чуть не выпрыгнул Просто по-моему Вниз В игре есть И сильные удары Но сильные удары Он не всегда успевает провести Иногда враг Достаточно юркий Успевает сдриснуть С патронами для обреза Полная катастрофа Их никогда нету Поэтому убить Вот этих говнюков Которые висят Сходу довольно сложно Ибо нечем Требуется взрыв Ну понятно Обычно Там где требуется взрыв Неподалеку Где-то стоит Канистра с бензином Чтобы этот самый взрыв Устроить Но здесь я что-то Канистру-то не вижу Что-то непонятно Ни хрена А Наверное Где-то здесь Ага Канистры по идее Появляются бесконечно На одном и том же месте Пока ты этой канистры Не взорвешь Какую-нибудь дверь Или еще что-нибудь Эмблему ту Если бы я взорвал Я не знаю Появилась бы она Или нет Я уже сказал Мне эти эмблему Подрывать неинтересно Поэтому я их и не трогаю Сейчас посмотрим Да Вот она появилась Ну давай Попробуем эмблему Теперь взорвать Снова появилась Значит впереди Еще что-то надо взорвать Наверное Может просто места Такие Где канистры Где канистры бесконечные На самом деле Машину заправлять Надо довольно редко У нее бензина Хватает Наверное На час езды Судя по всему Но я 4 часа наиграл И за это время У меня только там Треть бака потратилась Поиск этих мест Для разграбления Где вот эта желтая рука Нарисована Это вообще конечно Та еще ересь Ты приезжаешь Там убиваешь Трех Трех этих рейдеров Собираешь металлолом И какую-нибудь фотографию Старую Которая тебе нахрен Не нужна На самом деле С какой-нибудь Дурацкой надписью То есть Это самый Самый голимый способ Разжиться металлолому Это по-моему Ездить по местам По вот этим желтым Лучше Лучше уж Какие-нибудь Не знаю Конвои грабить Металловозы грабить Что-нибудь делать Крепости захватывать Опять же Блин Посмотрите Как долго надо идти И ничего не происходит Вот Это значит Что уже ближе к боссу Когда появляется хилка Сейчас будет чекпоинт Ну боссы такие Я бы не сказал Что А вот Союзные лагеря Добыли 140 лома Это интересно Все Все 6 лагерей Что я захватил Мне только 140 лома Добыли Дармоеды Так Что-нибудь я могу там Прокачать-то Перед боем Добивание Выстрелом С дробовика Уничтожает цель Деморализует Других врагов Но если нету Блин Вот Вот это надо Ломающий кости Контрудар Для дробовика Патронов Все равно нету Поэтому Добивать Мощным выстрелом Я и так могу Быстро выстрелить Во врага То есть Зачем мне Такой скилл Новый враг Газохват Сейчас посмотрим Кто это По славной традиции Shadow of Mordor Здесь все боссы Тоже похожи Друг на друга Как блять Родные братья Судя по всему Потому что Прошлый босс Был тоже такой же Он был здоровый И с кувалдой В Shadow of Mordor Хоть орки были Разноцветные Не успеет Канистра взорваться Походу Не взорвалась Смотри О че тут Началось то Ёптать Добивание за точкой Но она к сожалению Будет не смертельным Добиванием Грубо говоря Если вы проходили Какую-нибудь часть Dark Souls Вам этот босс Покажется Не знаю Ну детским садом Честное слово Он Ну Один у ворот 500 ударов Все нормально То есть Боссы здесь Не показывают Никаких Может Сложность Маленькая Хотя Есть подозрение Что со сложностью Просто дамаг У босса Вырастет Прикольно Что у босса В спине Торчит мой нож Сейчас он пропустил Два раза в жбан Блять Что-то У ворот Не сработал Да У прошлого босса Хотя помощники были У которых я сумел Отобрать дубину И Да И босс еще Сам себя поджигает Регулярно Там тоже была арена Вся в огне Короче Набежали бомжи С всех сторон С дубинами Ага Босса если прижимаешь К ограде Он вспыхивает Да все Тяжить-то осталось Полминуты Хорош По-моему Сложность игры Здесь нельзя выбирать Да И в итоге Игра по-моему Слишком простенькая Че ты не врубаешь А как его добить Блять А вот он Вот так вот Да блять Он Он сразу в блок встает Че за Ёп твою мать Бред Собачий Вот Наконец-то Суть добивания Боссов Это вовремя Перестать Жать точку Атаки Кнопку Атаки И нажать Кнопку Действия Просто Когда горит А Надо нажать А Иначе Босса походу Не убить Лагерь Заняли ваши Союзники Да Как всегда Видите Вот в конце Вам показывают Статистику Что вы Хоть и перебили Всех врагов В этом лагере Но видите Прошли Только на 72% Лошара Блять Где-то Один лом Просрал Две эмблемы Провафлил Никуда не годится Ёп твои То есть Ну игра Подначивает Типа Походи Поисследуй Не торопись Мы че Зря игру делали Чем больше Время прохождения Игры Тем Больше вероятность Что ее купят Охотно То есть Зачем-то Эти краны А ну это В бою Не надо было делать Это чтобы После боя Здесь походить По этой базе Попинать Сами знаете Попинать Кожаных Вот если бы Были патроны В дробовике Можно было бы Босса подманивать К бочкам И выстреливать Но у меня Два патрона есть Но жалко Сука Тратить Ну и теперь Посмотрим Че за владения Достались Мне Вот нет бы Не Ну к сожалению Эта игра Про безумного Макса Безумный Макс Не может иметь Здесь какие-то Дома Какие-то базы Да иначе бы Ну Эта ж игра Вышла Типа приквел К фильму Поэтому В этом Славном Сука Комплексе Недостроенном Ну это порт Видимо был Поселиться Совершенно Посторонние люди Я кстати Безумному Максу Куртку купил А у него Че-то через спину Все равно кровь Просачивается Я че-то не врубаюсь Че за борода Отлично Здесь даже нет Ни хрена Если Убив Прошлого босса Я хотя бы пошел И нашел там Какие-то ништяки Дальше За его спиной Ну его сокровища Скажем так А здесь Здесь борода Здесь вообще ничего нет И даже его дубину Не подобрать Что вообще стремно А че я делаю Там же скоростной спуск Ну и короче Вот Видите Теперь Теперь задача Ну это сюжетная Поехать в крепость Брюхореза Брюхорез точно такой же Босс территории Точно так же Надо пойти Напинать ему По яйцам То есть Раз за разом Едешь Штурмуешь крепость По дороге Ты встретишь Ну максимум Две машины Вражеские Которые убиваются Очень быстро Ну как я уже сказал Просто берешь Выстреливаешь Гарпунов Вводил О вон Эмблема шлема Кстати Ну мне насрать На эти эмблемы Я уже сказал Единственное Что опять же Это все заставляют Делать Заставляют Собирать эти эмблемки Разрушать Потому что За них Ты открываешь Достижения А за достижения Ты прокачиваешь Там особые скиллы У Безумного Макса Ну это просто Я не знаю Крайне Игра Крайне дерзко Пытается Крайне навязчиво И настойчиво Пытается Подсадить На задротство Ой А наверху А наверху А что это Металлолома столько Вот И Находишь этот Металловоз Везешь его В крепость То есть Потом из крепости Снова Едешь на своей Уже машине Опять На какое-то задание То есть Это все Езда 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 Зачастую Слишком Порожняковая Правда Езда Странно Вот Горит значок Что здесь Где-то Металлолом Да Что что-то Собрать Можно Но Ни хрена Там Чего нет А багов В игре Вроде Замечено Так-то Не было Вот На убийство Крепостей Значит Посмотрели Теперь Посмотрим Как Ружатся Рядовые Ну в смысле Крепость Босса Посмотрели Теперь Рядовые Перевалочные Пункты Заправочные Станции И прочее Говнецо Точно Так же Подъезжаем Начинаем Ну Конечно Убрать Можно И снайперской Винтовки Отстреливать Но Снайперские Патроны Они Сука Имеют Тенденцию Заканчиваться В отличии От гарпуна Который Бесконечен Поэтому Я вообще Не вижу Смысла Стрелять Снайперов И снайперки Ну Нанесут Снайперы Немножко Дамага Можно Всегда Починиться Там Или Не знаю Починиться Полечиться То есть Это Не вопрос В то время Как Снайперские Патроны Выбиваются Только Из самих Снайперов Которые Можно Забыть Просто Или Забыть Подобрать Там Вот Гарпуном Убил Я не Понял Куда Трупы Улетели Там Допустим Теперь Ворота Бомжи Пошли В атаку Можно Их Конечно Задавить Но Это Как-то Долго По-моему Будет А У меня Хилок Нету Вот это Плохо Вон Снайпер Висит С патронами Наверняка В заднице Лут Остается Не после Каждого К сожалению Поверженного Врага То есть Потом еще Элемент Рандомности Какой-то В одном Из 20 Только Что-нибудь Лежит Остальные Бесполезные Яростное Убийство Я не знаю Что дает Это шкала Яростное Убийство Все это Говно Ну Не знаю Тут нет Каких-то Очков Которые Надо Накапливать Ну то есть Там Не знаю В Бэтмене Комбо Допустим Опыт дает Там Что-то Разблокируешь Потом За него Тут Такой Бороды Нету Нету Поэтому Я не знаю В чем Смысл Да Канистры Их Взрывать Трудновато Они Отходят А вот И патроны Оружие Какого-то Постоянного Безумный Макс Тоже С собой Не носит Что Вообще Бесит То есть Даже Если Ты в бою Какую-то Палку Надыбал Ты все Равно Блять Вот почему Он подбежал Там же Стоят его Друзья Дебилы Встал бы Рядом С ними Вот То есть Добыл В бою Какую-нибудь Дубину Садишься В машину Безумный Макс Дубину Выбрасывает Такой Незапасливый Чувачок Они так и будут Стоять Они тупые Потому что Бам Все Основного Нету А обычных Можно и так Раскидать Видите Трофей Какой Остается Один Ломан Что это За Трофей Ну и Начинается Уничтожить Цистерны Я не знаю Сколько их Может Одна Может Десять Пока Хрен Просыш Я еще Не очень Понял Чем Отличаются Эти Перевалочные Базы Друг от друга Вон Опять Эмблемка Висит Где-то В заднице Но Явно Не одна Цистерна Короче Штук Пять Наверное Тут будет Вот А врагов Уже Как бы Нету То есть Все Файтинг Закончен Драться Не с кем Но Все равно Ходи Ищи И Это Все Время 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 То есть Человек Который Расшарил Мне эту Игру Наиграл Уже 33 Часа 33 Часа Игра До сих пор Не пройдена Это Уже Капец Это Даже Ну Alien Isolations Допустим Игра Которая Мне показалась Длинной Да Там Всего Часов 18 Но При этом Сравните Alien Isolations Там Уже Меняются Локации Что-то Все Меняется Это Базы Которые Надо Ходить Разграблять И Все Игра Готова То есть А денег Стоит Игра Дороже Чем Alien В свое Время Не только Потому что Доллар Вырос А просто Потому что Это Warner Мать его Brothers Как я понимаю Или нет Или Alien Isolations Тоже Ну короче Не суть Дело в том Что Alien Isolations По объему Проделанной Работы Должна стоить На порядок Дороже Как мне кажется Ну хотя Пример Тоже Так себе Да Там тоже Ctrl V Ctrl C Коридор Коридор Комнатка Но все равно Сценарий Хотя бы Там сценаристу Пришлось денег Ломить Вот Видите Начинается Деталь для проекта Блять Построить стол Ну нахер Мне нужен ваш стол Господи Тут вопрос Машины решается Да Там спасение Там не знаю Чего Какие там цели У Макса стояли Он вроде Мир то никогда Не спасал Вопрос Мести Там А тут А тут Такие Побочные Задания Типа А собери Ко ты Стол В убежище Которое Даже не Твое По сути Но Внешность Безумного Макса Вы не думайте Это он Бородой Не обрастает Внешность Безумного Макса Она прокачивается За выполнение Надо Надо Пойти Найти Взорвать А где Они Охрен Его Знает И вот Так Вот Ходишь Тут Минут 20 Вообще Ничего Не Происходит Врагов Нет Ничего Нет Вот Можете Оценить Насколько Интересен Такой Геймплей И кому Отлично Отлично Он канистру Отбил Один Взорвался Все Так Добивание Заточка Я даже Не знаю Беречь Эту Заточку До Особых Случаев До Каких То Она Ну Просто Вообще Блин Не знаю В чем Проблема То есть По сути Здесь не заточка А нож Ножом Добивает В чем Проблема Просто Вытащить Его Не знаю Из тела И использовать Сука Дважды С другой стороны Человек Убитый Заточкой В нем Почему-то Появляется Лут Уже Не первый раз Замечаю Просто Фигню Но Этот лут Это Не заточка Там Скорее Всего Появился Лом Причем Единица Лома Ну Типа Заточка Сломалась К сожалению Последним Выбежал Чувак С оружием Да Если бы Оружие Вначале Отжал Быстрее Бои Проходили Лом Ну Вот Видите Как я Говорил Просто Лом Лом Вместо Заточки Все Заточка Строго Одноразовая Ну И нахрена Она Вообще То Нужна Ну Как ее Взорвать Ну Понятно Теперь Надо Найти Канистру Короче Чтобы Все Повзрывать Цистерны Всю Эту Херню Этого Дебила С Барабаном Ой Блин Вон Она Где Дебил С Барабаном Вон Можно Его Убить Как бы Отломив Вот Этот Руль Но В бою Все равно Не пойдешь Искать Где Откручиваться И открутить Не дадут Как бы Враги То Не дремлют Тоже А Вон Канистры Сейчас Детонируют Походу Нет Смотри У тебя Вроде На мой Взгляд Они Стоят Очень Рядом Интересно Вот эту Дверь Говорят Что Надо Всковырить Ломом А если Я ее Канистры Взорву Сработает Постоянное Поджигание Канистр Тоже Ну я не знаю Это такая вещь Которая хорошо В трейлере К игре Смотрится Типа 5 минут Геймплея Безумного Макса Взял Канистру Поджег Бросил Все смотрят Думают О нифига Какие возможности У игры Блин Абсолютно И не задумываться О том Что это рядовая Херня Что это Вместо гранат Это на всю игру Задание То есть Ты приходишь На базу Тебе надо взорвать Цистерну Ты сначала Идешь искать Канистру Это каждый раз Повторяется То есть Я поэтому Всегда говорю Обрадовались Когда увидели Что можно Машину Гарпуном Расковыривать Я всегда говорю Сначала Узнайте Насколько часто Это приходится делать Потому что Если вся игра На этом завязана То нахрен Не нужны Такие возможности Это я хер Узнаю Зачем Может ворота Внизу Какие-то А Там тоже Стерна Внизу стояла Понятно То есть Даже не видно Было По сути Я не знаю Ну Я видел Что Брендит Великий Летсплейщик Блять От бога Летсплейт Это говно Ну ему похеру Где охать И ахать Это понятно Но Такого Геймплея Знаете Хватает Ну час в день Чтобы наиграться Уже Даже Даже больше чем надо То есть Ты зашел Одну базу Одну базу Ограбил Думаешь Ну все Хватит Пойду я там Что-нибудь еще Поделаю Другой вопрос Что в металгире Даже этого нет Но все равно Эта игра Мне кажется Она лучше чем Shadow of Mordor Shadow of Mordor Надоедает Ровно тогда Когда надоедает Смотреть как Орки бьют Друг друга Там Если надоело Все Дальше можно не играть Ну и где еще Одна цистерна Непонятно где По карте Где-то здесь На самом деле Она нихрена не здесь Значит Где-то Внизу Как туда попасть А вон А канистры То у меня Больше и нет Они там Сдетонировали Вот эти канистры Были Которые не респаунятся А вон Ну Тут всегда Дают канистру Чтоб взорвать цистерну В правильном месте Просто надо искать Ищущие Да обрящат Все дела Вон у нас Снова появилось То есть Я говорю Вот этот прикол С канистрами Игра заездила Просто за первые Пять минут Геймплея По-моему Не знаю Во время То есть Когда ты первую базу Расковырял Ты уже Понимаешь Что такое Канистры В этой игре Что они Блять На каждом шагу Вот Короче То есть И чем Вот отличается Захват Перевалочного пункта От захвата Базы босса Да То есть Там врагов Чуть побольше А здесь А здесь Гемороя Побольше Ходить Искать Эти Цистерны Нелепые На мой взгляд То есть Ну не знаю Какой-то такой Геймплей Короче А хрена Узнает Кому надо смотреть Летсплеи Такого геймплея Да ладно Я там Избранные серии Избранные моменты Какие-то показываю Но Раз за разом Смотреть Как Охающий Ахающий Летсплещик Ваукающий Вау Какой блять Геймплей Как он раз за разом Делает одно и то же Да Везде здесь А здесь Ну везде одно и то же Я не знаю То есть Смысла То есть Никакого Следующую серию Если я и выпущу То есть Там будет опять Либо какой-нибудь Крутой босс Но я надеюсь Что мне напишут Там Люди Которые там Уже 40 часов наиграли Какие боссы Самые здесь интересные Такие Может какой-то необычный Да там Даже в этом В Shadow of Mordor Там был босс Какой-то динозавр Вот видите Садимся в машину Херак выбросил Нет сука Давай я настойчиво Я настойчиво Еще попробую Может в багажник Можно дубину убрать Ну реально надоело Снайперская винтовка Взять канистру Видите Нету Сесть в машину Херак выбросил Ну пиздец Вот В общем на этом Пока что все Может быть не буду Видосы с боссами Выкладывать Может сразу Финального босса Выложу Я еще пока не решил Ну видно будет Если все боссы Здесь Как я уже сказал Как братья-близнецы Да Как вот эти два Которых я уже убил Тогда и смысла-то Их показывать нет Что самое печальное Машину можно покрасить Но сука Не дают Красить пока что Там по квесту Надо приехать Именно на этой машине Бред какой-то Ладно Короче все Что-нибудь Жмите Что-нибудь пишите Всем спасибо За внимание Адьос Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому